Приветствую всех друзей, вы на канале Шедерилл Плей, меня зовут Дмитрий, друзья, мы продолжаем с вами Айсвиндейл и находимся в цитадели отрубленной руки эльфийской. Сейчас нам нужно будет войти в последнюю башню, которая носит название Башня Лобелласа. Мы в прошлой части как-то попали через библиотеку туда, но я решил, что эту серию мы начнем с похода в подножие башни. Там-то мы уже Лореля нашли, на верхнем этаже можно с ним было поговорить, но я решил сначала зайти сюда посмотреть, что здесь нас ждет. Я так и думал, что здесь все разрушено. Сработало, сработало, кто-то сказал, взорвалось. Хе-хе-хо-хо. Нет, не пройти им. Заклинание завершаю я. Это был, видимо, какой-то лич, да? Лестница обрушилась, и теперь в оставшуюся часть башни пройти нельзя, но я нашел способ, как это сделать. Кажется, этот этаж разнесло на куски, но некоторые его части до сих пор висят в воздухе под действием какой-то магии. Ну, понятно. Ну, не зря я нашел проход, сейчас бы, конечно, был в замешательстве, но теперь... Это не проблема нам в башню Шевараша. А оттуда уже попадем к Луарелю. Что у нас со стрелами? Хватает пока. Я думаю, хватит на еще один бой. Это что? В поле телепортации дротики заканчиваются назад. Назад пока мы здесь, потому что купить можно припасы только вот в этом месте. А у тебя там как? А, ты у нас работаешь сейчас руками, поэтому нормально. Давайте купим дротиков. Ай, мады. Так, 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 так. Покажи товары. Эльфийские перчатки. На кое они нужны? Сопротивление холоду плюс пять. Стоит, конечно, не очень дорого, но... Тратит на них деньги. А это что дает сопротивление холоду? Ладно, давай дротики. Молотобойные стоят подороже, но это слишком дорого для нас. Сорок восемьдесят. Вот так вот. Ты купил? Купил. Да, это... Тот, кто их метает. Ты же метаешь, да? На них все не поместятся. Ладно, дай подруге своей, потом передаст им. И это надо выучить. Сейчас заклинание еще выучили. Давай. И ты свое. По два заклинания выучили. Я жду не дождусь уровня моего целителя. Там должно быть заклинание оживления. Там должно быть заклинание оживления. Так. Ты можешь нам помочь? Большое спасибо, я вернусь. Башня разрушена. А теперь шивараша пошли. Через библиотеку. Как раз к лореллю. Там, правда, какой-то механизм сначала надо будет собрать. Да. Это уже совсем другая история, наверное. Да, дверь закрыта. Я через дырку шел. Благо, здесь уже все убиты. И... Сюда на мост. Я теперь быстрый стал. У меня сапоги появились. Ускорение. Теперь вся остальная команда за мной не поспевает. Правда, меня вперед особо не пускают. Так, сюда. И через библиотеку наверх. И там был... Лорель, по-моему, его звали. Вот тут он был. Нет, вот тут он был. Библиотека здесь. И засовемся. Лорель. Ну, это гилорит и кто-то еще должен быть. А вот Лорель. Он в виде лича. Это он разрушил ход в башню. Видите ли? Сейчас, наверное, будет все супер... Серьезная битва. Я к ней, как обычно, не готов. Ладно, поехали. Гилорит, ты кто? Давай с тобой поговорим. Чертова машина. Я никогда ее не починю. Можно спросить, что с ней случилось? Кто ты, во-первых? А, почему я должен тратить время на бесполезную болтовню? Я гиролит. При жизни я сконструировал эту кучу хлама, которая когда-то была стрелябей. А что произошло с тобой, когда рука пала? Последнее, что я помню, это как стрела воткнулась мне в спину. Потом я пришел в себя уже в виде призрака. С тех пор я все гляжу на эту чертову машину и размышляю, как бы ее привести в порядок. Может быть, Лорель что-то подскажет? Ты попробуй с ним поговорить. Он только и делает, что несет всякую чепуху. Я ничего понять не могу. В общем, он уже не тот благородный эльфийский маг, каким был когда-то. Ты говорил, что сконструировал астролябию? Да, по поручению Лореля я разработал и построил здесь эту машину. С ее помощью волшебники изучали звезды и планеты, а сейчас она только пыль копит. А что произошло с тобой, это все понятно. Мне пора, прощай, подожди. Расскажем еще что-нибудь. Колесо дало мне эту деталь. А, понятно, это деталь, это деталь, этот предмет. Можно спросить, что с ней случилось. Что ты прости за мое вторжение? Давайте пока не будем нарываться, сейчас я поговорю с Лорелем. А то мы починим, и драка начнется. Освободи мой народ. Астролябия вращается, крутится. Наконец-то мы нашли тебя. Нам требуется твоя помощь, чтобы воспользоваться камнем сердца. Освободи мой народ. Наверное, ты зайдешь... Наверное, мы зайдем в другой раз, прощай. Что-то он ничего на них говорит. Э, хорошо, хорошо, Лорель. Короче, он... Он немного не в себе, не знаю, может его не стоит убивать? Что лучше сделать, починить астролябию или... Ладно, давайте починим астролябию. Колесо дало мне эту деталь, возможно, ты ее ищешь? Так, посмотрим, 24 тысячи опыта. Ох, чтоб меня бездна поглотила. Может так и есть. Найдешь еще детали, приноси сюда. Или загляни попозже, когда я прилажу эту часть к машине. Эта деталь была в башне Солонора. Она пригодится тебе для починки. Еще 24 тысячи. Так, посмотрим, часть сломанного механизма. Отлично. Ох, чтоб меня бездна поглотила. Эта деталь была в одной из казар. Может быть, она тебе будет нужна? Так, посмотрим, 35 тысяч. Так, есть. Ох, чтоб меня бездна поглотила. И этот предмет был в одной тени вот рубленой руки. Кажется, это деталь от этой машины. Еще 35 тысяч. Так, посмотрим, хорошо. Ох, чтоб меня бездна. Я загляну позже, когда ты закончу с починкой. Увидимся. Опа, все работает. Этот повод, наверное, сохранится. Слышите, а когда у меня уровень будет уже? Мне только что дали 100 тысяч опыта. Посмотреть, когда у меня следующий уровень. Опыт. 1999. 686. А следующий уровень 250 тысяч. То есть мне еще надо 51 тысяч. А ну, не забываем, что опыт делится на всех поровну. Это не каждому дали по... Столько. А ну, давайте с ним сначала поговорим. Сохранился, да? Опа. Ох, приветствую, искатели приключений. Простите, я сейчас соберусь с мыслями. Кто вы и что произошло? Кто ты? И что просто не произошло? Наконец-то он заговорил. Без остроляби не мог. Мы искатели приключений, которые пришли в отрубленную руку ради твоих сил и знаний. Мы... Пока мы искали тебя, мы узнали о том, как сотни лет назад на эту крепость пало проклятие. А ты лишился рассудка. Нам удалось отчасти вернуть тебя в нормальное состояние. Теперь мы просим тебя о помощи. Да, вы сделали это благородный герой. Немало сил и муста нужно иметь, чтобы добраться сюда, не говоря уже о том, чтобы возвратить меч из разума. Я вечно буду у вас долгу, но ведь вы пришли сюда не просто так. Скажите мне, что вам нужно. Я ищу знания... Нет, давай сначала события узнаем. Я хочу узнать о событиях, которые произошли здесь. Вы желаете знать, что случилось с рукой Селдорин? Хорошо, это длинная история. Мне начать с рассказа о временах процветания, предательстве и для самых черных днях. Времена процветания. Перед угрозой нашествия орков и гоблинов, мы были вынуждены пойти на союз с дворфами. Мы не сразу решились на этот шаг, но выбирать не приходилось. В противном случае, нас ожидало поражение. Сатурничество пошло на пользу обеим нашим расам. Мы укрепили связи вместе с дворфами, создавая мощное оружие и артефакты. Это были предметы великой силы и бесподобной красоты, рожденные мастерством дворфов и древней магией элифов. При помощи этих плодов совместно труда, мы легко сдерживали натиск Темной Орды. Мы с союзниками жили в гармонии и процветали много десятилетий, до дня подлого предательства. Расскажи мне о предательстве. Запасись терпением, не горько вспоминать, ибо о всем этом артефакты, созданные нами в союзе, стали причиной великого спора. Видимо, дворфам никогда не удается избавиться от своей жадности, и они пожелали продавать наши магические изделия другим северным поселениям. Я говорил им, что это абсурд, позволит другим получить наши артефакты, и ради чего? Ради наживы? Это потрясло меня, но не удивило дворф и не в силах справиться со своей красотолюбием. Мой народ и я были непреклонны, мы не хотели, чтобы люди получили доступ к артефактам. После многомесячных споров дворфу уступили, и мы посчитали вопрос исчерпанным. Но пришел день, определивший судьбу обеих наших рас. Мы наткнулись на очередную группу орков и гоблинов. Казалось, нам предстоит легкое сражение, но победа далась нам большой ценой. Врагов были артефакты и оружие, изготовленные нами. В гневе мы стали расспрашивать дворфов, ведь ни один эльф не отдал бы наше величайшее сокровище ненавистным врагам. Разумеется, дворфы все отрицали ради всего, что нас связывало многие годы. Мы хранили доверие к союзникам и пытались найти иное объяснение. Но было глупо верить, что мы можем сосуществовать с этими камнеедами. Все обсуждения переходили в открытые перепалки и взаимные обвинения. Неужели дворфы считали нас такими дураками? Как должны мы были поверить, будто наши артефакты попали в лагерь от Темной Орды каким-то волшебным образом? Как и ожидалось, эти споры вылились в открытое противостояние. Тот день положил конец десятилетиям дружбы и процветания. Союза больше не было, и вот эльфы Руки Селдорин были одни против дворфов и орд гоблиноидов. Расскажи о других событиях. Вы желаете знать, что случилось в мрачных временах? В столетии назад рука Селдорин вела войну против Темной Орды Севера. Десятки лет шла эта война, и наконец мы поняли, что нас ожидало поражение. Все обернулось против нас. Каждый бой носил жизни защитников в руки, медленно, но верно. Мы были изолированы от эльфов на юге. Помощи от братьев и сестер мы дожидаться не могли. Злой рук уже навис над нами, и я пришел в отчаяние. Я придумал, как защитить мой народ и выиграть хоть немного времени. Эльфам древности было ведомо старинное заклинание под названием Мифау. Она воплощает в себе суть всего, что дорого эльфам, и наполняет землю живой защитной силой. Эту силу можно привлечь для защиты территории. Она могла бы отогнать Орды Тьмы от руки Селдорин и от крестных земель. Когда у нас появилась бы возможность дождаться подкрепления от братьев и сестер с юга. Кто-то утверждал, что мы в своем высокой мере пытаемся использовать силы, неподвластные нам. Другие говорили, что применить Мифал для таких целей – богохульство, но я настаивал на своем решении. Я делал, что мог, чтобы спасти мой народ, и мы начали подготовку к наложению Мифала на крепость. За несколько последующих недель мы собрали в руки все наши оставшиеся силы. Мы с другими волшебниками заперлись в этой башне и начали сложный ритуал Мифала. Гоблины и орки к этому времени почувствовали, что мы ослабли и двинулись на нас. Руку осаждало самое большое вражеское войско, которое мы только могли видеть, а до завершения Мифала было еще далеко. Мы знали, что это наша последняя возможность, и мои люди понимали, что должны выиграть для нас время. В течение недели мы сдерживали орду. Мы обороняли свой дом и каждое захваченное помещение. Руки дорого, обходились орде. За жизнь каждого эльфа орда оплатила десятью жизнями, но несмотря на все наши жертвы, через неделю пала последняя линия обороны. Когда орда стала подниматься на башню, уничтожая последних защитников, я осознал, что эльфы не напрасно отдавали свои жизни. Мы завершили последние ритуалы Мифала. Чары были наложены на крепость, и Руку объял покров чистого света и энергии. Я смотрел, как силы, которые должны были нас спасти, охватывали каждый уголок руки и пришел в ужас. Что-то пошло не так. Вместо того, чтобы наполнить землю живой жизнью, Чары стали ее уродовать и искажать. У всех живых существ, у всех предметов руки, они отнимали душу. Я видел, как все живое в крепости теряло силу, доходило до самой грани гибели и останавливалось на ней. Живые и обезумели, а те, кто погиб в битвах, теперь восставали в виде ужасной нежисти. И вот в тот момент я понял, что ни один наблюдаю гибель, руки и всего, что в ней было. Передо мной стоял Лобелас Энорет, эльфийский бог долголетия и времени. Я прогневал его, прогневал тех, как бы не осторожен с древнейшей магией эльфов. Погневал тем, как их из-за меня ужасающие изуродовые жизни и земли его народа. Погневал своей гордостью и высокомерием, из-за которых разрушился союз эльфов и дворфов. Я превратился в Вайль Норна. Наказание я должен был вечно смотреть на развали на руки Селдорина и останки ее людей. Мое проклятие кончится лишь тогда, когда Астралябия будет восстановлена, а мой народ обретет вечный покой. Расскажи мне о других событиях. Так, Лорель рассказал нам печальную историю самого темного часа руки. Из нее мы узнали о проигранной войне с темной ордой и роковом плане использовать мифал, ужасных последствиях этих неудачных чар и о наказании, которое обрушил на Лореля разгневанный бог Лобелас. Расскажи о других событиях. Астралябия уже восстановлена, так почему ты еще здесь? Вопрос простой, но я не знаю ответа. Возможно, здесь еще остались эльфы, которым нужна моя помощь, чтобы вернуться в Адур. А может быть, я должен сделать еще что-то, чтобы положить конец наказания. Надеюсь, ты обретешь покой проще. Нет, все-то, конечно, хорошо. А что с камнем сердца делать? Вариант ответа исчез. Только взгляни, правда она прекрасна? Спасибо тебе за помощь, спасибо от всей души, докажет Кореллон тебе путь. Да, пожалуйста. А что с камнем-то делать? Ты вернулся. Мы вернулись. Камень сердца, вернее. Я ищу знания, которые может дать только камень сердца. Хорошо. Легенда рассказывает, что камень сердца древний артефакт дан у забытых времен. Самыми известными его обладателями были друиды из Кулдахара, а потом один из них похитил камень. До сегодняшнего дня он считался, наверное, утраченным. Мощные магические силы камня сердца позволяют увидеть почти все, что происходит в королевствах. Но лишь немногим дано и воспользоваться этими силами. Я один из этих немногих. Итак, что же вы хотите узнать у камня сердца? Мы хотим найти источник зла, который угрожает северу. Вы узнаете то, что хотите дать мне камень сердца? Вот. Освободившись из жестоких оков безумия, проклятый ладыка Эльфов наконец мог помочь героям в университете. Передав камень сердца, члены отряда отступили назад и принялись смотреть, как Лариль начинает прорисание. Крепко сжимая артефакт костлявыми руками, неживой маг поднял его вверх и пристально посмотрел внутрь камня, шепча странные монотонные заклинания. И как раз света внезапно вспыхнула внутри камня, словно луч света упала на его поверхность. Вдруг в зеркальной грани камня возникло изображение статуи, без сомнения, это был памятник, он изображал Эльфа и Дворфа, сидевший бок о бок на сдвоенном троне. Депиктивно Эльфа и Дворфа, сидя друг по другу на дуэльном троне. Вот и разгадка. Даже если бы проклятие лишило меня зрения, я ни с чем бы не перефутал эту дыру. Вы видели логово наших предателей, пещеры Дорна, именно там зарылись в земле поганые Дворфы. Будьте осторожны, если окажетесь там, не ждите от Дворфов, если они там еще остались, ничего кроме Дорнова. Не верьте ни единому их лживому слову, они все равно предадут вас. Если вы собираетесь в этот оплот зла, я возначу его в расположении у вас на карте. Также, если хотите, я могу телепортировать вас туда. Не надо. На самом деле, перед путешествием надо подполнить запасы. Ты можешь отправить на скул Дахар? Вот еще что, покажи, пока мы не ушли. Мы обнаружили этот дневник, принадлежащий твоей дочери. Моя дорогая дочь, я вижу, вы тщательно исследовали руку. В последних записях она рассказывает о решении возродить союз с проклятыми Дворфами. С тех пор я ее не видел. Не видел, что с ней случилось? Идиоты! Разве вы не догадались сами, Дворфы совершили самое страшное преступление, зная, каким ударом это для меня будет? Они убили мою дочь. Я никогда не прощу вам этого. Клянусь карой, которую я терплю за свою гордость. И высокомерие, будь проклят, Лабелас, если он думает, будто я смогу простить это Дворфам. Я готов остаться в этой проклятой оболочке и никогда не увидеть Орвадора. Лишь бы только заставить Дворфов заплатить за это. Прочь! Я не буду больше говорить об этом. Круто, нас выгнал. Так, восстановление оранжереи. Чистая вода. Ему принесли Ларилю камень сердца с помощью сил артефакта. Он раскрыл, где находится источник зла, поразившего Кулдахар. Из предсказания камня следует, что угроза коренится в глубине крепости Дворфа в пещере Дорна. Я так и думал, что мы к Дворфам пойдем в итоге. И дневник. Ларей рассказал на печальной истории самого темного часа руки. Из него мы узнали о проигранной войне с темной ордой и о роковом плане использовать мифал. А, на это я читал уже. А еще с тобой можно поговорить? Что-то у нас тут... Опять разрешение уменьшилось. Как нам теперь его увеличить? Что-то совсем экран стал маленький. Как-то же она увеличилась. Теперь колесико здесь вообще не работает. Ха, мыши. Ладно, не знаю. Потом это выясним. Совсем ничего не видно. Ты вернулся. Так, я хочу узнать о событиях прошедшего Ларейна отправил нас в пещеру Дорна. На самом деле, перед путешествием надо пополнить запасы. И еще мы вернемся. Прощай. А теперь сохраниться давайте, не забудем. Есть. И давай поговорим с Ларейлем. Пусть нас Кулдахар отправит. Нам продать много чего надо. О, вернули мое разрешение. А назад нас нельзя будет вернуть? Где это, кстати, рука? Глаз дракона, рука. Пещеры Дорна. Вот там она у нас. Отрубленная рука. Но он туда нас отправит без проблем. То мы сами туда доберемся своим ходом. Но сначала... Сначала... Это что за место? А что нас возле статуи высадил? Сначала нам надо все продать. А для этого легенда о Мефале. Кто нам давал задание по Мефалу в первой главе? В первой главе. Кто давал по Мефалу задание? Глава первая. Глава вторая. Глава первая. Среди дня о Мефале. Во. Орик, Маки, Скулдахара. Все понятно. Маки, Скулдахара, Лавочка, Герта, Башня Орика, Серово. Сначала сюда. Прежде чем что-то продавать. Нам это может понадобиться. Где они там идут? Кажется, идут. Все, понятно. Я думал, у нас битва с личами еще будет. Хорошо, что мы его не убили. Интересно, что бы мы тогда интересно делали. Если бы его грохнули. Был такой вариант. В режиме диалога. Кстати, у нас два уровня повысили. Но мы чуть-чуть позже ими воспользуемся. Орик, я что-то узнал о Мефале. Это книга из разрушенной эльфийской крепости, что неподалеку отсюда. Может быть, тебе она пригодится? Отлично. Еще как пригодится. Именно эту книгу я искал все эти годы. Я глубоко признателен тебе за эту услугу. Вот, возьми награду этот артефакт. Спасибо. Перед тем, как у тебя, я хочу купить несколько заклинаний. Что он мне дал? Вы достали книгу про Мефала для Орика. Это я квест выполнил. Хорошо, что я не забыл про него. Просто слово Мефал в голове было. Спасибо. Мне нужно идти прощай. Накидку он мне дал. Угу. Ну, давай посмотрим, что за накидка. Накидка Минтрана. Это эльфийская накидка с отцотканной шерстью шелкой. Принадлежащая великому волшебнику из Мил Митнатрана. По имени Митран Лепесток Света, Митра славился любовью к странствиям, благосклонным отношением к Энтель, к Весир, или не народу, то есть не эльфийскому населению мира. Эта накидка и принесла ему гибель, потому что его соткала и зачаровала его возлюбленная темная эльфика Раув в рине покрой, и расцветка черная с темно-синим была настолько несвойственным одеянием эльфов поверхности, что у спутника-волшебника возникло подозрение. В конце концов, эльф Гайдель, знакомый Митрана и безжалостный истребитель дрова, обнаружил в лесах Митнатара, тайное бежище Раувы. Вместе с небольшой группой воинов он ворвался к ней в хижину и убил ее. Узнав об этом, Митран взбесился от ярости. Обезумевший маг бросился в охотничий домик Гайделя и его братьев, перебил всех, а строение сравнял с землей. Немало членов семьи Гайделя погибло в попытках отомстить волшебнику, но в конце концов Митран был убит. Накидку подобрал его близкий друг, дворф воин Хаэль, Бронзовое озеро. Иначе лежать бы ей сейчас на дне моря упавших звезд, которая несколько лет спустя поглотила гордый Митнатран. Много текста. Клад защиты плюс 3, спасборский плюс 2. Очень классная вещь. Особенно для тех, кто ее может надеть. А надеть ее может только один человек. Это маг. И как раз ей в ноль вывести защиту это самая мечта. Потому что она ничего больше другого надеть на себя не может. Ну что, по-моему, супер. Это то, что мы искали. Становимся мы сильнее и сильнее. Оно заклинание. Есть сейчас заклинание воскрешения? Их, правда, надо искать, наверное, не здесь. Это боевые заклинания. Наверное, в храм надо зайти будет. Да, нет здесь такого заклинания. Так. Скорбей доброжелательности за 7 тысяч. Друзья, один раз в день. Харизма плюс 5. Область действия на себя. Харизма плюс 5. Хорошая вещь стать. 7 тысяч. Друзья, один тысяч. Мне такое надо. Знаете почему? Потому что у меня... Харизма, наверное, что-то какую-то роль играет. Что дает талисман? Заклад защиты плюс 1. Спас бросок против дыхания плюс 1. Сопротивление холоду. Ну, не знаю. Друзья, не друзья. Это что за книга? Энциклопедия Ламета. Это кто-то мне что-то дал, да? Энциклопедия в книге произведения чертежи различных сертифактов. Мне подобно описаны некоторые совместные проекты эльфийского чародия Ламета и дворфа кузницы Корадея Времен. Давайте, наверное, это не будем продавать. Пусть она у меня полежит. Святая Вода. Я воду пытался ей дать. Помните, по квесту Семена и Вода. Но что-то она ее не взяла. Ну, пусть пока у меня полежит. Может, пригодится. Так, Энциклопедия пусть тоже у меня полежит. Все остальное можно продавать, да? Я думаю. Может, и нельзя. Ну, щит точно продам. Хотя щиты мне пригодятся. Ладно, нет у нее заклинания. Те, которые мне нужны. Давайте посмотрим на повышение уровня. Одно заклинание третьего уровня. Добавилось. Одно заклинание третьего уровня. Какое что-то заклинание-то поставить. Пламенная стрела. На случай нападения этих. Или защита от обычных снарядов. Или что? Или защита от огня. Или ускорение. Давайте пламенную стрелу поставим. Или зверей. Давайте пока пламенную стрелу там разберемся. И все. Больше ничего нет. Очень классное улучшение. Когда же тебя начнется заклинание пятого уровня? Так, повысить уровень. Бесшумные движения. Давайте до сотни доведем. Здесь до восемнадцати. Здесь до сто двадцати. Давай сто двадцать, сто двадцать и три. Сюда. Ну, готово. Два уровня повысили. Так, пошли. Теперь. Ну, Гоблина, ничего нельзя спросить. Так, пошли теперь к... А, по дороге зайдем сюда. Продадим книги. У нас их целая куча. Я могу сдавать книги, по-моему, да? Или магу. Нет, по-моему, сюда книги сдавать. В эту лавочку. Что это за место? Покажу свои товары. Ну, такие товары, конечно, своеобразные. Лира прогресса. Но остальное все. Да, давай вот сюда. И тут все книги можно продавать смело. Кроме той, которую я нашел. Эти знания нам уже не нужны. А если нужны, потом выкупим. Семьдесят две монеты на книгах только. Ну, прелесть, по-моему. Щит можно продать за шестьсот. Ну, я думаю, в другом месте его продам. Все, благодарю. За скупку украденного в библиотеке. Сдашь, потом пойдешь. Так, храм нам нужен. Пошли попробуем здесь купить заклинание. Должны быть они уже в продаже. Пятого уровня. Но не иметь воскрешения... Во второй половине игры, я думаю, уже сейчас глава четвертая должна начаться. У нас сколько глав, я не знаю. Сколько реально у нас глав? Третья. А, тут история не рассказывает, сколько глав. Это только ведьмаки. Мы могли узнать, сколько нам предстоит еще пройти. Ну, третья глава, я думаю, закончилась. Целая цитадель была у нас в третьей главе расписана. Ну, если этот змея не продаст сейчас заклинание, тогда я не знаю, где ее брать. Не этот, а эта. Вы спасли вам нашу преподобную мать Эгене. Спасибо вам за это, что могу предложить. Так, покупка. А ну давай, должна быть уже. Да, есть. Стоит 500, да? 750. А стоило раньше дешевле. Есть исцеление. Это заклинание, надеюсь? Или свиток? Оживление. Пятый уровень. Ну, наконец-то. Воскрешение. 22 тысячи стоит воскрешение. У меня оживления хватит. Я оживлюсь и высплюсь. Давай это купим. Я надеюсь, это не свиток. Это свиток. Это свиток. 750 стоит. Представьте. Он не может это выучить. Она у него появится попозже. Ладно, пусть одна будет. 750. Воскрешение стоит подороже, по-моему. Вот еще три стоит. А свиток... Давайте еще один купим. Давайте парочку купим. Потому что воскресельца это очень дорого. Оживление. 2900. А так у меня будет 750 это стоить. Ну, чем не прелесть? А убивать меня будет часто. Сколько? Два возьму. Давайте. Ну, у нас скоро появится это заклинание. У меня два. Давайте хватит. Я больше двух еще не терял в битвах. Никогда. Все, это у меня есть. Шикарно. Теперь можно... Не страшно, если меня убьют. Мне надо идти в кулдахар воскрешаться на месте. Больше трех не терял я, чуваков. Два терял. Больше двух нет. Сейчас теперь надо распродаться. Смотрите, как я теперь бегаю в новых сапогах-то. Самый первый прибегаю. Можно в этих чемпионатах участвовать по забегам на длинные дистанции. Первый буду приходить. А, надо было еще с друидом поговорить по этому поводу. Ну, ладно. Так, что я хотел бы выложить? Я бы хотел выложить, не знаю, святую воду. Давай, что я таскать с собой. И книга, энциклопедия Ламета. Это, чтобы я помнил. Что еще надо выложить? Проклятые предметы я обычно собираю. Лук Ламета. А чем тебе лук плохой, не помню. А, то, что его взять могу только либо я, либо друг. Кстати, хороший лук. А у тебя что за лук? У тебя вообще короткий лук. Бери его. Ну, отлично, продашь потом. Все. Так, это лечение. Это продать. Кольчуга плюс один. Это топор как тока. Плюс два. Вот, вот этот топор нам нужен. Мы идем в толпу против дворфов. А, только она и может его взять в руку. Что это, блин? И метательный топор. Тут надо чем-то пожертвовать будет. Она может врезать по дворфу им хорошо. Боевой молот искр. Блин, тут нельзя ничего выбрасывать. Это все нужно. Это что? Очищение. Что это дает? А, болезнь можно вылечить. А это? Это исцеление. Тут одно лежит. А нет, а это что? Зелеси. Это нахрен оттянут. Потом разберешься с ним. Что надо? Потом все соберем. Воедино. Давай сюда. Все бутылки. Это что за палочка? Посох руки три. Дробящие. Посохи у нас... Хотя может кто угодно их носит. 1д6-3 дробящий. Оружейный посох. Ох ты, сколько у тебя. А, это что для этого мы закупили. Чтобы у тебя дротики были. А какой у тебя дробящий плюс два? Плюс три. А это? Тоже плюс три. Здесь стрела есть. Поэтому учить стрелу можно было не учить. Так, и тут надо разобраться с этими стрелами. Давай сюда вот эти стрелы. Кинжалы плюс один, наверное, уже не нужны, да? Хотя это огненный кинжал. Что это за меч? Короткий меч действия плюс два. Ловкость плюс один. Его можно продавать, я думаю. Это что? Длинный меч действия плюс два. Ловкость плюс один. Тоже можно продавать. А это монах от свои руки. При каждом ударе носит оттеку штору. Это проклятый меч. Его надо положить в сумочку. Не в сумочку, а в этот мой. Коллекционный мы. Это все продать. Длинный меч плюс два. Широкий меч. Ух ты, а что это за широкий меч? Откуда он здесь взялся? А, ты его носишь. Этот не продавай, нет, этот пусть будет. Длинный меч. Ой, замешательство оставь, да? Продаешь короткий меч действия плюс два. Он еще особо не дает. Ловкость только. А ловкость у тебя же есть, ловкость? Снежной девы. Хотя пусть один, наверное, меч у тебя будет с ловкостью. Этот никто кроме тебя не возьмет. Ловкость тебе не нужна. Возьми короткий меч, пусть он у тебя полежит. Вместе с твоими кинжалами. А ты, а ты этот лук нужно продавать. Вот этот может взять и она может взять. Ничего себе. Но у него есть топоры, я не до этого. Все, продавай нахрен его. Три предмета со щитом вместе. Щит продавать интересно? А может я выучу щит? Чтобы не драться двумя и повысить себе. Давайте, наверное, я щит тоже навык возьму со щитом. Щит пока оставь. Короче, три предмета. Кольчуга, меч и лук. Кольчуга, лук и длинный меч плюс два. 2500 заработали. Остальное все пусть у тебя будет. Все шикарно. 18 тысяч. Так, я бы не отказался от... ...короткого лука плюс два как минимум. Двуручного меча плюс два как минимум. Но такого, я думаю, в продаже здесь не будет. Даже если и есть, то за 52 тысячи, знаете, покупать такие предметы как-то не очень тянется. Рука. Копье белого ясена. Копьями у нас еще. Ладно, все, ничего покупать не буду. Особо ничего не купишь ты. Все остальное очень дорогое. 50 тысяч. 60 тысяч. Еще что, с ума сошли. Я за три главы себе еще 20 тысяч не смог заработать. А вы такие цены тут вваливаете. Ладно, выходите. Ничего тут толкового нет. Пошли еще с друидом поговорим. Что-то я прошел мимо. А надо бы было... А надо бы было с ними пару слов перебросить. И в таверну спать. А потом уже будем... Ну, наверное, в следующей серии начинать. Поход к дворфам. Есть топор против них. Но только она может его взять в руки. Насколько это будет эффективно, посмотрим в бою. А, он умер же, да? А, его же уже нет, точно. Я и забыл. Его же уже нет у нас. Главного друида. Тут же была история целая с ним, точно. Исперить нечего. Весьма обидно. Ну, тогда все. Тогда в таверну. Тогда уже все в наших руках. Давайте выспимся по-купечески. Обещал же им. Качественный сон. О, кстати. Ее, оказывается, уровень тут на желтом фоне не видно. Повысить уровень. Третьего, четвертого уровня заклинания есть. А вот пятого не дают ни одного. Вот там, когда пятая будет, там мы сможем воскрешать. Ну, не сейчас, видимо. Дали ему два заклинания на третьего уровня и второго. Ну, лечение бесполезно, по идее. Это все равно я сном лечу. Подожди. А, одну такую у меня уже есть. Это удар по области. Это что дает? Это ядовитых испарений. У меня магическое облако. Это заклинание развеять все облака в области. Хорошая вещь развеять облако, которое у нас бросают. Или неверная магия. Это в мага можно швырнуть. Давайте в мага швырнем. Хорошая вещь. А это что лечит? А это вылечить болезнь. Тоже неплохая вещь. Может болезнь все-таки лечить научить. Но там двор, фабрит, там болезнь будет. А это молитва. Понятно. Четвертый уровень. Еще одну можем выучить. Что это такое? Покров страха. Заклинать и начинать изучать авару страха. Действительно, 25 футов. Все существа поводят его действия. Все заклинают, поэтому убегают 33 раунда. О, классно. Классно. А это оберег от смерти. Но смерть мы еще как таковой не встречали. Это безупречная выносливость. Это что? Позволяет заклинать или видеть часть неисследованной карты. Ну да. Все равно. А это что? Негативное в том, что он коснется защитой от нежити, связанной с планом. Негативный негатив. Это вампиров и определенное оружие. Или заклинание, откачивающее жизненную силу. Это заклинать, создавая связь с планом. Экламира трехсвещенного текста. Это текст. Защита. Нейтрализовать яд. Во. Вот это, наверное, будет важнее. Яд снять. Иногда мы, бывает, страдаем от этого. И святая сила. Тут много чего есть. Малая массовая защита от зла. Просто прелесть. От демонов можно защититься. А это что? Кровавая ярость. Если только на персонажа какая-либо союзника в цель впадает в состояние берсерка. Ну, берсеркер у меня есть. Все понятно. Все, что могли, выучили. Абусы. Больше никого нет уровней. Нет. Я-то думал, тебе пятый уровень заклинания наконец-то дадут. Но еще пока нельзя. Рай-марай. Окей, раньше мог так исцеляться. Воскрешаться, вернее. Не за 10 тысяч, как у меня иногда выходило. Просто купить свиток. Прийти сюда, купить свиток. И самому воскресить. Что такое? Чего вы войти не можете? А, еще одна. Байрон, вернее, не дошел. Все, спим. Мы хорошо поработали в последних сериях. Ты, это ведь из-за тебя все эти монстры наводнили колдаха. Разве не так? Но ты молодец, герой. Те, кто нападал на город, не из глаза дракона. Они часть другой проблемы. Я боюсь, что скоро мне придется разбираться с ней. А сейчас мне нужно отдохнуть. Давайте дворянскую возьмем за 5 серебра. Мы уже богаты настолько, что имеем право отваляться в шелках. И никто нас за это не упрекнет. Правильно? Правильно. Готово. Ну все, друзья. Выходим с таверны. Следующее наше путешествие будет уже в новой локации. Скорее всего, это начнется третья глава. Спасибо, что смотрели. С вами был Дмитрий, канал Шедрель Элплей. До новых серий в Освиндейле. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok